Инта, первая в Сыктывкаре, откроет Дни культуры муниципальных образований республики. Золотое сердце коми, так называют приполярный город, в столицу привезла в свои самые лучшие творческие проекты и большую команду, более 150 человек. Большинство из них молодежи, это самодеятельные артисты. Дни Инты будут проходить несколько дней и на разных площадках. В большой программе, в выставках художественных работ, сольные и концертные номера, презентация фото книги Инта, город, созданный по чертежам души. Самое зрелищное и яркое действо сыктывкарцев ждет 28 сентября в филармонии, где состоится концерт. Открывать его будут гимназисты с танцами, световой композицией и видеосюжетом. А в фойе гостей ждет сюрприз – фотозона с символом города. Мы привезли и уже в фойе установлена наша башня. Башня 2,5 метра. Все основания и ребра башни светятся. Это будет отличная фотозона, потому что башня, которая имеет историческую ценность. Во-первых, в башне сейчас музей истории политических репрессий. Он единственный в мире именно в водонапорной башне. И, конечно, интинцы любят свою башню. Те, кто приезжает в город, они с удовольствием посещают нашу водонапорную башню и наши исторические уголки Инты. Республиканские проекты Дни культуры муниципальных образований Коми, по сути, дает старт празднованию столетия республики. В течение двух лет до 2021 года все города и районы республики представят столицу своей муниципалитеты.